Массаж длиною в целый час после родовой или лечебной для мам и в соответствии с показаниями лечебный массаж для ребенка. Идеей открыть в Ешкароле центр детского массажа пришла 23-летняя Анастасия Попеновой. Несмотря на столь молодой возраст, она уже фельдшер, массажист, детская медсестра, да еще и сама мама. Потому Настя не понаслышке знает, как востребованы сегодня услуги профессионального массажиста. В Ешкароле бэйби-бум, в муниципальных поликлиниках очереди. Вот Настя и решила предложить ешкаролинцам альтернативу. Получила все лицензии, сертификаты, дело пошло. У нас происходит комплексный массаж мать и дитя. Этот массаж включает в себя массаж ребенка и мама одновременно. Позволяет экономить время для людей и, естественно, деньги. Впрочем, если массаж Анастасия уже умела делать профессионально, то вот ведению бизнеса девушке пришлось учиться практически с нуля. Для начала она прошла школу молодых бизнесменов. Вот уже три года в Ешкароле работает одноименный проект. В этом году ее выпускники, а также те, кто уже в полшаге на пути к созданию собственного бизнеса, объединились еще и в гильдию предпринимателей. Пока это около 20 человек, молодых и предприимчивых, жаждущих новые знания. Там будут как обучающие семинары, короткие практически какие-то конкретные семинары будут. Это первая часть обучающая. Вторая часть важная. Это именно общение, налаживание связи между предпринимателями, между предпринимателями и чиновниками, предпринимателями и инвесторами. Обучение, конечно, не бесплатное. Члены гильдии ежемесячно будут платить от 500 до 1000 рублей. В ответ они получают мастер-классы, которые будут проводить опытные тренеры и консультанты. Помогут молодым бизнесменам и в части консалтинговых услуг, аудиты, системы продаж. Сложно начать и не бросить. Сложно не сойти вот с этого пути, не потерять свое желание. У нас, конечно же, каждый может стать предпринимателем юридически на бумаге, но, с другой стороны, молодого предпринимателя нужно еще и поддержать. Начать может любой, продолжить не каждый. И такие вещи, как гильдия, мне кажется, очень нужны именно молодым людям, которые ищут себя, у которых действительно много идей, много каких-то, которые не видят границ для своего творчества. Чтобы эти свежие идеи, свежие мысли приходили в нашу жизнь, их обязательно нужно поддержать вот на этом первоначальном этапе. Конечно, молодых предпринимателей вместе пытаются собрать не в первый раз. Так, например, в 2009 году в МРИЛ открылось региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России. Я все-таки думаю, что, наверное, Ассоциация молодых предпринимателей сейчас полезна будет молодым предпринимателям тем, что как раз вот этих самых ошибок многие из них избежат. Потому что в нашей организации очень много предпринимателей, которые прошли этот инкубационный период, тяжелейший для многих. Будет ли полезна созданная гильдия предпринимателей, покажет время, а также доля налоговых поступлений в бюджет республики со стороны малого и среднего бизнеса. Впрочем, уже сейчас можно делать кое-какие выводы. Так, например, из 70 выпускников школы молодых бизнесменов в Ишкороле около 30 уже открыли свое дело. Там как раз у нас организовываются партнерские связи. Это очень интересно с точки зрения того, что мы можем своим клиентам дарить подарки друг другу. Например, магазин детских игрушек дарит подарок в виде игрушек нашим клиентам, детишкам. А мы также можем подарить массажам.